Телевидение Организации Объединенных Наций представляет. ООН в действии. В одном из самых больших городов Бразилии, Сан-Паулу, народ отмечает 18-ю годовщину парада ЛГБТ. Гетеросексуалы, лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы все приходят, чтобы потусоваться, чтобы выразить протест против гомофобии и выступить в поддержку гражданских прав трансгендерных людей. За несколько дней до парада бразильская поп-звезда и помощница ООН Даниэла Меркури запустила проект «Свободные равные». Это беспрецедентная общественно-просветительская кампания Организации Объединенных Наций по вопросам прав сообщества ЛГБТ. Недавно, публично объявив о своем лесбийском браке, Даниэла стала самым заметным лицом, поддерживающим меры, призванные повысить осведомленность о насилии и дискриминации в отношении транссексуалов. Бруне Валем, которая считает себя женщиной, понятны их страдания. Когда ей было 14 лет, она сбежала из дома из-за жестокого отношения. В эти дни Бруна стала правозащитником, работая с организацией, цель которой – помочь транссексуалам получить доступ к таким услугам, как здравоохранение и социальное консультирование. 22 года Бруна была проституткой. Многие ее друзья и партнеры умерли от насилия и болезней. Сегодня она инфицирована ВИЧ. Бруна. Бруна был вände тех, кто был января, угрожая из lunzugского дерев'а. Любовая ездила после жизни от него на jeder н addictive девочек söyled Kampf домасы и протгнулся на flexеннуах. Д reply, что оставило больно было в жаке, через что они огуны ты dolёшь эти девочки. Хотелы оказать больно. Будем вт Тогда, которые докажут моих рангах,zonyoul сказала, Бруно и Веллингтон вместе почти три года. Так же, как и Бруно, Веллингтон, бежавший из дома в юном возрасте, промышлял алкоголем, наркотиками и проституцией. После того, как его партнер украл часы у клиента, он провел 9 лет в тюрьме. Но теперь он живет другой жизнью. Молодые люди сейчас озабочены тем, как защитить Веллингтона от заражения вирусом ВИЧ. Ещё одна проблема – как их примут семьи. Когда отец Бруно умер, она помирилась с матерью и братьями. С разрешения своей семьи Бруно собирается совершить операцию по смене пола. После операции она получит правовой статус женщины и сможет вступать в брак. В Бразилии не все поддерживают такие отношения, говорит конгрессмен Джин Виллис. Заместитель регионального представителя управления Верховного комиссара по правам человека Умберто Хендерсон согласен, что у транссексуалов тоже есть права. Теперь Бруно, оставившая жизнь на улице в прошлом, с гордостью рассказывает о своей истории. Сегодня, когда Даниэла запустила свою инициативу, Бруно знает, что она не одинока. Репортаж подготовил Филипп Эсистон для ООН.